Здравствуйте, с вами снова Андрей. Продолжаем играть в третьего Ведмака после некоторого перерыва. Ну, собственно говоря, что у нас с побочных заданий? Обычно играем. Собрание богов. Ну, вот давайте, собственно, по поводу Кереса разберемся. Где у нас это? У нас Пикироги, насколько я помню, тут все находится. Да, вот наш Пикирог. И тут как раз имеется доска объявлений не подчеркненная. В последнее время только эти иные обстоятельства мешают мне записывать. Получается. С чем пришел? Покажи мне свои товары. Посмотрим, что у местных идутся. Есть какие-то чипки. Хрен бы ему все принесли. А вот продать ему нашу хрен надо бы. Хрен бы, не хватает. Хрен бы, не хватает. Хрен бы. кстати надо поменять у меня по моему хуже шура так ну в принципе вроде продали всякую дрянь так а шура мы сейчас по мне хотят толку от этих шуру я не пошли отсюда налезаем на воздух сюда с проседает сколько тут у нас заказов один да ну и плюс возможно какое-то место так заказ исчезновение нильса люди вдруг то что знает на говорится как прям как сборной россии со сборной россии по футболу а что а вдруг но вдруг ничего не бывает вдруг бывает только пукл у нас в деревне нильс пропал который уж день его не видно никто не знает куда он делся так что если вдруг знаешь что с ним стало зайди ко мне и все по порядку расскажи даже если правда кажется горько потому что сестра моя брит была с ним помолвлены и очень за него беспокоиться глаза уже все выпукло химдалем клянусь за любые все они там хорошие награды так пропавший жених но это потом вес дьявол ты не похож на любителя поторговаться а он в карты играет ну ладно это в карту мы потом она даже не записи беру из кироги есть давайте купим хотя нафига эти книжки мне нужны я не знаю но ну ладно бывай так давайте их сразу чеканем так 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 сувя и кто тут еще был прекрасный инвентарь совершенно потрясающе одну книжку он в начало инвентаря засунул вторую в конец инвентаря почему а пёс его знает я не знаю потом мне кто-то еще наверняка в комментах будет предъявлять претензии что ну что ты пишешь ну вот потому что я туплю я узнаете я как-то привык что у игры есть какой-то принцип некий по которому она работает тут он какой-то очень странный уходи что ли тебе уже хватит домой иди приветствую незнакомец ищешь развлечений или желаешь выпить а какие здесь у вас развлечения ну пиво вино и сивуха а что ты собирался в корчме делать в ладушки играть смещено смещено не знаю откуда ты приехал но должно быть издалека так у них тут кран клан броквар да на спироге мы люди из клана броквар лучшие пловцы но плаваем только вниз да но это тебе только казалось плавают то все это конечно вот только на драккарах разодевшись тяжелые меха и шкуры и воды касаются разве что как у них пиво кончится в чарках а наши ребята с малых лет прыгают со скал и ныряют как тюлени нафигеть тебе покажи мне свои товары так карты это вот это интереснее песни да ледяной великан голова глаз и кима туманник у нас такие карты уже были но будет по две будь здоров так так кстати давайте сразу их разложим туманник дно какое то да нет здесь надо все кстати прочитал что и гоши это вообще якобы чудовище из русского фольклора никогда не про такой здесь вышел ну да ладно будем знать ой 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 ты призрак из норкана? нет я просто ведьмак подкобующий я ничего что вражей что ли мы скоро закончим просто просто издалека похож я думаю что он тут делает огромный морской змей не отгрыз мне руку боги дали знать время принести жертву по моему разумению нужно было чтобы ты одолел змея я нет я знаю что они ждут жертвы уже пора подождем более ясного знака хотя бы до следующего сна мне больше не нужно знаков я ищу терис кажется она останавливалась у тебя дочь анкрайта да она была здесь где она что терис где сейчас терис не знаю не знаю хватит вопросов да наркоманы они такие я ищу терис ты знаешь где ее найти надеюсь она пошла в деревню она давно нас не навещала и хотела поговорить с людьми но но что я опасаюсь что она могла отправиться в старый дом ярла у дальрика хотя я пытался ее отговорить люди клана броквар стыдятся анкрайтов не в этом дело это странное место люди говорят что там водятся призраки отлично обожаю проклятые дома только что там понадобилось керис перед выходом она долго разговаривала с ярлом кажется она хотела ему помочь в чем а прости я должен идти к нему так ну видимо я тоже должен идти к нему а помните как в заливе сольве нас застал шторм ха 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 помню как сейчас он выпал за борт чуть не утонул а то есть я то есть я у нас очевидно не пустят ну давайте что ли у них тут покрадем что у нас у них с виду все богато на самом деле ничего нет так можно к нему туда зайти нет и а то есть слышу дарик скажи ничего не не а пойдем что тут рассусоливать благо не так далеко так во первых пирден возьмем на всякий случай ну я даже мазать пока маслом не стану потому что так мы сейчас не детьнем тогда по делу так так, следы странные следы, если честно это надо не знаю, как это как красная шапочка ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ну судя по этим воплям это какие-нибудь там полуменчницы, полуменчницы хотя можете обычный призрак нафига мне столько сломанных граблей Керис она потеряла сознание надо ее вытащить в обморок грохнулась да, надо ее вытащить на мороз еще неразумную бабу я заберу тебя домой я никуда не поеду пока не помогу удальрику меч, где меч? я должна вернуться за мечом никуда ты не пойдешь ты едва пришла в себя я должна ты должна объяснить мне что тут происходит зачем ты туда влезла? я хотела помочь удальрику он конечно странно себя ведет но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет если я принесу меч поможет какой меч? и при чем здесь меч? это Броквар родовой меч клана Удальвика он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие проклятие? это долгая история много лет назад Удальвик поссорился из-за этого меча с братом обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну то есть Удальвику но отец отдал Броквар младшему сыну Акки в ваших краях это серьезное оскорбление настолько, что Удальвик нарушил священный закон Скеллиги открыто выступил против воли отца надо думать старый ярл это так просто не оставил Удальвик просидел три дня прикованным к столбу по пояс в морской воде когда наказание закончилось они с Акки отправились ловить рыбу ну и кто-то кого-то убил этот поход кончился скверно? предчувствие тебя не обманывает налетела буря и Акки упал в воду Удальвик был занят парусами не слышал брата до тех пор пока не стало скорее всего он его специально не слышал ну да этим же вопросом задается большинство людей на острове но вслух об этом не говорят а как ты думаешь Удальвик убил Акки я не хочу делать поспешных выводов но мне кажется то что тогда произошло отразилось на всей жизни Удальвика и как-то связано с мечом окей что ты собиралась делать с мечом? я подумала что дух его брата хочет вернуть клинок дух брата? сколько я себя помню люди считают Удальвика избранным мол с ним говорят боги раньше я в это верила но теперь когда присмотрелась а понятно я думаю что его преследует его умерший брат смелая мысль ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? мне плевать я не верю что это боги ты его видел? он же весь в шрамах я думал что это следы битв если его душевные страдания можно назвать битвами то да сам он говорит что голоса велят ему увечить себя во славу богов но мне кажется боги тут ни при чем это все он просто мазохист значит ты думаешь Аки хочет отомстить потому что Удальвик позволил ему умереть? я говорила с Хьёртом он клянется что Удальвик не слышал голосов до смерти Аки Хьёрт вряд ли ошибается он знал обоих братьев с колыбели может если отдать Аки меч Броквар он оставит Удальвика в покое? идея хорошая если все дело в духе на что-то у меня не складывается что? ты сказала что Аки утонул а призрак обитает в этом доме может потому что они оба здесь жили? спасибо за помощь Геральт но я должна вернуться за мечом ну пошли вместе ааа и речи быть не может я сам за ним пойду правда? спасибо аа ну тогда я пойду куда Львик валяй отсюда ты едва держишься на ногах подожди меня аа это все таки вместе или не вместе что там так найти меч Броквар еще такая какая-то очень большая поисковая зона так на глобальной карте такая не кислая то ли тут есть какое-то подземелье наверное да потому что ну вряд ли он на склонах горы вот это что такое о так nothing to do here пошли отсюда что тут нет так ну тут все мы выходим уже зона ага пугреб так давай герой аккуратненько проходи какой ключ тебе нужен знак арт знак арт если мечи сломай накрыгнись подожди так коржавый хлебненочный пьем наверх наверх я боюсь что я не могу а могу что же давайте залезем наверх второй этаж что там за чужое зеленый золочный копыт с толка свеча так что-то как-то совсем по чем-то так можно вот где-то сюда занес э слышь что герой ты даже на такую не можешь залезть молодец а здесь здесь палку мешает он залезать не хочет а здесь хочет залезать гниально так сейчас крышу посмотрим немножко главное ведь никаких даже этих а он умер гениально да да гениально ребят с такой высоты я бы не умер если честно а он взял сполнил так нет ну стоп очевидно нам надо лезть подвал только ключ ключа то нету ключа нету а давайте я хз так так слезать будешь так давайте сохранимся а то он опять убьется так раз времена ну давай полхопы снилось тревожим это че у нас а вот и мне еще вся кто нибудь любит это еще что так давайте во первых включим все свечи вдруг уродца можно при свете найти здесь хотя я думаю нам все равно надо учиться типа косу кирис ладно но но никто нет плана слышь так еще богованные лестницы что ли вы так не шутите ребята сейчас и у кирс живая как ты нашел меч нашел но веди ты же был товарищем моего отца да надеюсь мы по-прежнему товарищи но я слышала вы из-за чего-то поссорились или из-за кого-то эту историю с йеннифер это давно было еще до того как крах встретил твою маму но вы с йеннифер уже были знакомы съем всегда все было непросто а что в ней такое что тебя к ней притягивает зиськи может мне просто никогда не нравились легкие пути а натовой бегом а то это очень долго просто они здесь адекватно перемещаются в основном когда ваш персонаж ходит а да то да 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 все вот а когда бегают постоянно останавливаются купят а где йеннифер не знаю что такое да вот любопытно она что прямо так тебя отпустила мы что значит отпустила ничего 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 просто мне кажется она не любит опускать тебя из виду вообще-то она регулярно это делает помнится один раз она может сказать да не один раз она неоднократно ведьмака вообще посылала как бы все я все обдумал и решил что иди нафиг это наши гости помнишь чем-то напоминает этого тена гриджо из игры престолов не знаю что случилось с твоей рукой я пожертвовал ее богам только с бородой Геральт еще плохо знает наши обычаи то есть борода подменились на скеллиге мы близки к богам и чем ты ближе тем большие жертвы приходится приносить мы верим что самое большое что человек может отдать это собственная боль и страдание слышать голос богов это дар а не жертва те голоса которые ты слышишь голоса богов допустим возможно голоса связаны с твоим умершим братом даже сходу утверждать это не боги сложно опять как он отреагирует на это что водя печален на его гибели поэтому нужно попросить у него прощения я я не хотел аки упал в воду я боги разгневаются они разгневаются из-за того что ты примиришься с братом боги скеллиги так жестоки они справедливы справедливость требует вернуть умершим то что им принадлежит что я должен сделать ты помнишь в каком месте аки упал в воду у восточной оконечности острова недалеко от входа в залив нас снесло под иглу улулы это опасное место водоворота утягивают там по несколько людей в год мы отправимся туда чтобы дух аки обрел покой нужно вернуть броквар его владельцу нет 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 боги боги будут в гневе я чувствую это я ору не страшись боги любят тебя наверняка они хотят этого может будет достаточно если я сплаваю туда один в конце концов не важно чьими руками ты вернешь меч у аки было при себе что-то приметное что-то что сохранилось под водой до сих пор да родовой перстень пожалуй этого достаточно я поплыву так окей амеком тебе уже намазали тупцы опять падение фпс так ребят я не знаю что это за херня но походу игра зависла на смаз так ну что ж игра вылетела так что небольшая склеечка ну это привычно так где же у нас тут это наш утопник замечательно папа все начнется они они вылезают из воды и фига себе вам первый раз я это увидел и даже вылезают нифига себе давайте спрятанное сокровище возьмем почему бы нет новое задание зачем все это оформлять как задание я если честно не знаю какое стальное оружие вы о чем ребятки эликсир представить наверно ну да ладно так у нас тут есть какие-нибудь козлы которые плавают да есть это сирены все по книжке сирены то были вполне вменяемые я по я знаю что то есть как бы объяснение там сирены были во первых а вменяемыми и б они скажем так были исключительно антропоморфным про то что у них есть какая-то вторая форма там такого не было крайне мере я не помню такого если честно слышь коза все вся фауна закончилась уже хорошо так надо кстати говоря почекать трупа ки предмет это вещи для отвора нет так нет на нет суда нет ну что ну хватит спавнится ничего не вижу так спула им на самом деле вообще вот я недавно перечитал тут спал зимой усеренную немножко ведьмака но не всего вот на самом деле много мелких несоответствий с книгой сушки бабища вали свалить от меня так она не блокируется ну а а ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сырогенри Кольмит Овсянки. Не знаю никого столь смелого и столь... Сука! Зачем? Зачем ты это сделал? Что происходит? Удали, Рик. Голоса вели ему выколоть тебе глаз. Ну, будь одноглазый. Зачем ты это сделал? Такова была... Воля богов. Это жертва... За арки. Когда с тобой говорили боги? Сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела Дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда... Ммм, да ты упоротый, товарищ. Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал. Ничтожный человек. Ты не помог Акке, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз. Страдай. И скорби за все зло, которое ты совершил. Боди когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости. И во сне ярче зажег факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Ты сказал, что боди обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах. Иногда я вижу их силуэты. Когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Ну, ты избранный, да. Будешь ждут от тебя... Сразу видно. Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Привет, медведь. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Ну-ну. А это что за тварюшка такая интересная? Какая-то новая, наверное. Так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения с Ферн. Он пристасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Короче, на него напал вели балу. Когда он вирует на его боли, подпитывает угрызение совести. И в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит. Не весело. Его можно как-нибудь одолеть? Ммм. Поставить бурзун. Первый способ. Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. А какой второй способ? Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима. Вместе с его жертвой. То есть в прокрытом доме? Место скверное. Но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальрика. Это будет нелегкий бой. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть? У Дальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет. Он не станет убивать кормильца. Но Яру истощен. Дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит у Дальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. А что другой способ? Хим демон. А их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок. Возбуждает угрызение совести. И кормится его страданиями. Если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что я не могу вернуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. Что-нибудь как с Йеннифер? Да что? Кто тебе доен, Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? Если не исключение, наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас в конце концов дает себя укатать и во всем слушает женщину. Ты права, ты ошибаешься. Ну, допустим, ты права. Господи, ты видишь нас насквозь? Значит, сначала попробуем обман. Ну, давай. Да? Попробуем? Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Пойдем. Не стоит медлить. Так. Только вот в чем стоит пока суть обмана, я пока не всосал. Надеюсь, он нас сейчас объяснит. Нужно осмотреться. Нужно искать дома и способ избавиться от Хима. Окей. На самом деле, лучший способ избавиться от Хима, просто не быть в компании 13-летних девочек, которые вы слышите. Пока приглашали с большой земли. Ну, че тут капает? Я бы осмотрел источник капания. Эй. Ну, это Хим прикалывается, офигенно. Зараза. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. А каким образом меня можно отпугнуть, сделав здесь иллюзию Цири? Мне очень интересно. Так, какая-то палка. Так, палка. Ну. Тут и ногу немудрено сломать. Или шею. Так, вылези отсюда. Так, в этой комнате бру... А, вот еще есть. Разбитое зеркало. Должно быть, у Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький у Дальрик. Или Атти. Геральт! Чего? Ты придумала что-нибудь? Да. У меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Давай. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Давай. Пока у меня снадобие действует. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Вон она! В старому дому бежит! Держись! Возьми. А чей-то ребенок? Возьми его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком. Отдай мне ребенка. Плоди его в печь. Давай, шеф. Субтитры. А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok О, привет, рогатик. Зачем? Ну, не тем, что ребенок был какой-то странный. Ну, да. А там какая-нибудь магическая иллюзия, скорее всего, была. Аки. Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния. Только облегчение. Ты попался. Проходи. Все кончено. Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый невредим, Хим исчез. Ты свободен, Яру. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Что происходит? У меня в голове вихрь. Будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спикироге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Енифер, наверное, уже извелась. Я думал, мы это уже обсудили. О, ну да. Бывай, попутного ветра. И тебе. Так. Гистализованные сенцы. Даль, я так чувствую, надо это... Так, королевский гамбит. Это чего? Это у нас в сюжетке или нет? Королевский гамбит. Пройти к краху, он к рейту за наградой. Ну что ж, в принципе, можно. Я так понимаю, это еще не конец всей этой истории. Вот это слово совсем не конец. Ну, знаете что? Давайте, наверное, уже тогда продолжим следующей серии. Так сказать, уже я без записи, наверное, так сказать, доберусь до указателя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.